Со мной были жестоки, и я тоже не буду никого жалеть. Её муж закрыл её дома на целый месяц поиметь, использовать и выбросить. Для них люди — это ресурс, это еда, это пища. И вот этот заколдованный принц, который был чудовищем, вновь станет принцем — забудьте об этом. Смотреть кино — это одно дело, а жить с таким человеком — это совсем другое. Влюбиться в социопата девушкам проще простого. Это очень харизматичные, яркие, напористые люди, которые живут одним днём, которые делают очень яркие, нестандартные поступки. Они на первом свидании могут вам уже признаваться в любви, предлагать замуж выйти и любого разорвать в клочья ради вас. Ну, на мой взгляд, мечта, а не мужчина, и так думают многие. Можно сказать, что эти люди — олицетворение всех тех плохих парней, про которых так часто снимают кино, и которые так привлекают своей харизматичностью и агрессивностью. В этом видео я буду больше рассказывать о социопатах-мужчинах, потому что социопатия — это в прошлом так называлось это расстройство личности, сейчас оно называется антисоциальное расстройство или дисоциальное расстройство личности, в 4 раза чаще диагностируется у мужчин, чем у женщин. А вообще среди всех людей на планете оно встречается примерно у 1-3%. Это достаточно много. Можете представить, что каждый сотый или каждый 50-й человек, которого вы видите, страдает от антисоциального расстройства личности. Но нужно понимать, что антисоциальное расстройство личности плохо диагностируется и плохо изучено, потому что сам социопат, он не обращается за помощью к психологу или к психиатру, потому что он не страдает от этого расстройства личности, страдают все те, кто его окружает. И еще очень часто путают социопатов и социофобов. Социофоб — это человек, страдающий тревожным расстройством в определенных социальных ситуациях, например, в большой толпе людей, в торговом центре или при установлении контактов с определенными людьми. У социопата же вообще притуплены все чувства, в том числе и страх. Ему очень комфортно общаться с любыми людьми. Он лавирует, как рыба в воде и легко устанавливает контакты, легко общается с любыми людьми. У него нет страха социуму. На мой взгляд, ярче всего социопат представлен главным героем сериала «Звоните Ди Каприо». Если вы еще не смотрели, я рекомендую вам посмотреть и проанализировать все те пункты, о которых я буду говорить сегодня в этом видео. Там очень классно показаны все позитивные качества этого героя, такие как харизма, такие как привлекательность, такие как нестандартность, умение жить только сегодняшним днем, не думать о будущем. И при этом показана очень ярко трагичность его судьбы и всех людей, который был связан с ним, с таким вот человеком-социопатом. Вообще режиссеры очень часто любят снимать фильмы, сериалы с главными героями-социопатами, потому что нас очень привлекает смотреть на них, потому что это как будто бы часть нашей личности, которая подавлена, как будто это какое-то наше альтер-эго. И глядя на таких людей, мы как бы проживаем ту жизнь, которую мы не можем себе позволить, потому что у нас, у большинства людей, очень хорошо развита супер-эго, подавляющая часть нашей личности. А у социопатов с этим проблема, она очень слабая, поэтому для них многие вещи являются естественной, и закон, как говорится, им не писан. Да, смотреть фильмы про таких людей очень интересно, нестандартно, но смотреть кино это одно дело, а жить с таким человеком это совсем другое. Давайте поговорим о причинах, откуда берутся такие люди. Во-первых, это социальный фактор в детстве. Очень часто эти люди были в детстве отвержены, ими никто не занимался, они были предоставлены себе, можно сказать, что их воспитывала улица. С ними не устанавливали эмоциональную связь взрослые, и они чувствовали постоянно эту отверженность, этот страх, это чувство, что ты никому не нужен, и никто не занимается твоим воспитанием. В итоге у них словно рождается такая установка, что со мной были жестоки, и я тоже не буду никого жалеть. Таких людей получаются тотальные разрушители. Все вокруг них словно разрушается, семья, быт, карьера, здоровье, и очень часто эти люди попадают за решетку. Кстати, там процент людей с антисоциальным расстройством личности очень высок. Второй фактор, помимо социального, это генетический. У этих людей часто наблюдается менее развитое миндалевидное тело в лимбической системе, которое отвечает за такое понятие, как эмпатия, то есть за умение сопереживать, сочувствовать другому человеку, и вообще за то, чтобы испытывать какие-то эмоции. Можно сказать, что эти люди живут в таких черно-белых эмоциях, 50 оттенков серого, это весь их спектр эмоций, они не видят мир в ярких красках. Помимо этого, у них часто наблюдается меньшее количество серотонина, чем у обычных людей, и за счет этого они очень часто совершают какие-то экстремальные поступки, необдуманные поступки, поступки, за которые другим людям было бы стыдно, можно сказать, для того, чтобы почувствовать хоть что-то в этой жизни, почувствовать какие-то краски этой жизни. Также, если выражаться психоаналитическим языком, можно сказать, что у этих людей есть патология суперэго, то есть оно очень слабо развито. Суперэго, или другими словами, сверх-я, это та часть нашей личности, которая отвечает за выполнение норм морали, каких-то правил, законов. А так как этими людьми в детстве мало кто занимался, их не воспитывал никто, с ними не разговаривали по душам, и не проговаривали о каких-то правилах, то они вырастают со слабым суперэго, и оно не контролирует их поведение. С другой стороны, это бывают люди со вседозволенным воспитанием, вот поэтому очень вредно, как я считаю, воспитывать детей в абсолютной, тотальной вседозволенности. То есть, когда вообще ребенок не знает слова нет и нельзя, он вырастает во взрослой жизни со слабым суперэго, и для него не писаны законы, рамки, какие-то правила, и очень часто такое воспитание тоже способствует тому, что раскрывается в нем вот это антисоциальное расстройство личности, особенно если есть генетическая предрасположенность. Помимо этого, я считаю, что с детьми также очень важно развивать эмпатию, то есть задавать такие вопросы, как «Что ты думаешь почувствовал главный герой сказки?» или «Что чувствует эта кошечка или собачка в определенный момент времени?» для того, чтобы даже если у него есть ограничения в головном мозге, все равно клетки мозга начинают развиваться и выстраиваться цепочки нервные, которые отвечают за эмпатию потихонечку. Эта чувственность может приходить и рождаться, если с малых лет с ребенком эту тему развивать и заниматься, задавать такие вопросы. Ну а теперь давайте поговорим о признаках. Как их распознать? Первое. Запомните, что социопатам непонятно, неизвестно, и они не способны любить и дружить. То есть такое чувство любовь, как привязанность, как забота, как обмен ресурсами для них неизвестно, и они никогда это не будут делать. Для них люди – это ресурс, это еда, это пища. И все их нутро желает только одного – поиметь, использовать и выбросить. Может быть, даже еще и уничтожить психологически, либо физически. Это пустые, очень безжалостные люди. Некоторые мои клиентки рассказывали, что когда они плакали, то социопат в этот момент словно наливался кровью, ненавистью, злобой. Если обычный человек будет как-то сопереживать или сожалеть, то социопат – это очень агрессивный внутри и снаружи человек. Второе. У социопатов высокая импульсивность, отсутствие долгосрочных планов и вот постоянно какая-то суета. Из-за того, что у них слабо развитые отделы коры головного мозга, которые отвечают за долгосрочные планирования, за сдерживание настоящих импульсов, то они постоянно живут вот сиюсекундно, вот этим моментом. То есть, например, увидели они какую-то красивую вещь, они тут же могут ее своровать. Или не понравился кто-то, они могут дать ему в морду. Понравилась девушка, они могут легко подойти, познакомиться, и со стороны это кажется, какой он легкий, какой он настоящий, живет в моменте. Но это обман, потому что они не видят последствий очень многих своих поступков. Они не планируют долгосрочно, они не осознают свои эмоции, которые вызывают эти импульсивные действия. И за счет этого вокруг них так много разрушения. В отличие, кстати, от психопатов, которые могут очень хорошо планировать свою жизнь, свою деятельность, свою месть, свои поступки. Это еще более хладнокровные, но очень рассудительные люди. Третье. У социопатов отсутствуют напрочь нормы морали, есть пренебрежение и полное неуважение к закону. Для них какие-то правила, законы, они воспринимают, что это для слабаков. Но у них может быть страх, силы, страх за то, что может угрожать их жизни, их благополучию. Поэтому все, что они уважают или признают, это только силу. И если в общении с ними вы будете проявлять свою эмпатию, сопереживание, то это тут же будет воспринято как слабость, и вы будете использованы. Для них нет авторитетов, кроме тех, кто сильнее них. Четвертое. Эти люди не способны испытывать чувство вины, чувство стыда, раскаяться. И если вы в глубине души считаете, что вот, ну я что-то сделаю, и наконец-то он поймет, осознает, раскаяться. И вот этот заколдованный принц, который был чудовищем, вновь станет принцем, забудьте об этом. Раскаяться для него, это значит признать себя неправым. А это невозможно в его координатах. Он может очень хорошо, правдоподобно сыграть эту эмоцию, эмоцию раскаяния, эмоции чувства стыда или вины, говорить правильные и нужные слова, но внутри будет пустота. И это будет только лишь какой-то холодный расчет для того, чтобы опять получить ваши ресурсы и поиметь вас каким-то образом. Поэтому на них не действуют фразы из серии «как тебе не стыдно», начиная даже уже с подросткового возраста. Следующий пункт. У них патологическое желание лгать и врать. Ложь для них это стиль жизни. Их кредо «не соврешь, не проживешь». Они могут врать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю просто забавы ради, просто потому что им это в кайф. И делают они очень мастерски, очень элегантно, их очень сложно распознать, очень сложно распознать то, что они лгут, потому что они профессионалы в этом. Они делают это очень часто и очень много. Но опять же, распознать их ложь можно, в отличие от психопатов, которые лгут настолько хладнокровно и настолько у них такой рептильный расчет, что даже они могут обмануть профессионала на полиграфе. Шестой пункт. Так как социопаты намного меньше испытывают чувства и эмоции, чем обычные люди, то им важно получать какие-то внешние раздражители, мощные и сильные, извне для того, чтобы хотя бы что-то почувствовать. И среди социопатов большой процент людей, страдающих наркотической зависимостью, алкогольной зависимостью, склонностью к воровству и беспорядочным половым связям. Кстати, среди них много тех, так называемых, сексуальных перверзов, потому что у них нет чувства стыда, и интимная сфера не является для них ценной, поэтому в сексе, ну мягко говоря, эти люди очень нестандартные. Седьмое. У них очень большая страсть к контролю. Они хотят контролировать всех и все. Потому что как только контроль ослабевает, они впадают в чувство тревоги и беспомощности. Они будут контролировать всю вашу жизнь, вашу переписку, ваш телефон, вашу сумочку. И у них вот эта патологическая ревность и жестокость. Одна моя клиентка рассказывала про то, что ее муж закрыл ее дома на целый месяц, не выпускал из дома, из-за того, что она на час позже пришла, чем обещала. Восьмое. Социопаты очень часто используют манипуляции. Причем они делают это очень искусно, элегантно, опираясь на свою харизму, на свое обаяние, и погружая вас в чувство вины и стыда. С каждой такой манипуляцией ваша самооценка будет падать, будет падать на дно, а их власть над вами будет увеличиваться и возрастать. Девятое. Им свойственен такой паразитический образ жизни. Их наивысшая цель является жить за счет других. Потому что устроиться на работу, выучиться, выстраивать какие-то отношения, карьеру, для них это просто омерзительно. Это для лохов, на их взгляд. А напомню вас, что они очень крайне эгоцентричны, и люди другие, для них всего лишь ресурсы. Поэтому они будут использовать максимально вас, ваших близких, родственников, друзей, и делать это очень незаметно при помощи манипуляций, каких-то интриг, шантажа. Они будут сталкивать лбами друга, других людей, ваших друзей, отворачивать от вас как-то, делать все. И вот это как словно плести паутину для того, чтобы создать целую систему для прокормки себя в прямом и переносном смысле. Делать все, чтобы все ресурсы не только от вас, но и от ваших близких поступали ему. И завершающий десятый пункт. Помните, что социопаты великолепные психологи. Но не в том смысле, что среди психологов много социопатов, и они помогают людям. Нет. Они очень хорошо чуют людей и понимают, и видят их насквозь. За несколько секунд в толпе они могут обнаружить и понять, кто будет их жертвой, только лишь по походке, по мимике, по поведению и по одежде. Поэтому не старайтесь их перехитрить. Скорее всего, они уже давным-давно все про вас поняли и все знают. Итак, что же делать, если вы столкнулись с социопатом? Напомню, что отношения с таким человеком это такие американские горки. Сегодня все хорошо, завтра он может выйти на 5 минут на улицу и прийти через 5 дней. И его история оправдания будет шикарной, эмоциональной. Там много будет деталей, каких-то фактов и ни капли правды. Более того, он может вас обвинить в том, что это вы врете или придумываете, или наговариваете, или в том, что вы довели его до такого состояния. Используя газлайтинг, шантаж и манипуляции, он будет в вас обвинять. Затем он может просить прощения, признаваться в любви, делать какие-то бесшабашные просто поступки, но лишь с одной целью, чтобы потуже затянуть удавку на вашей шее. Поэтому, если, посмотрев этот ролик, вы увидели, что больше половины из этих 10 пунктов совпадает с про вашего мужчину, то самое лучшее, что вы можете сделать, это минимизировать общение с ним. К сожалению, самая частая ошибка женщин, они считают, что вот я сейчас начну себя хорошо вести, и он изменится. Но ничего не происходит, кроме того, что ваша самооценка продолжает падать, вы превращаетесь в тень себя, вас уже не узнают подруги, знакомые, внешние, вы себя не узнаете в зеркало, и вы теряете все силы и всю энергию для того, чтобы хотя бы начать выходить и выпутываться из этого ада. Помните, вы не вылечите социопата своей любовью, своей заботой. Антисоциальное расстройство личности на данный момент не лечится. Можно лишь чуть-чуть скорректировать поведение такого человека, но при условии, если он сам обратится, если у него будет дикая просто мотивация изменить свое поведение, и если он будет долго и длительно проходить психотерапию. А как мы с вами знаем, эти люди не видят проблем в своем поведении, и поэтому не обращаются за помощью. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и поделитесь им с теми, кому, как вам кажется, оно может быть полезным. Возможно, это видео спасет чью-то жизнь. И если вам нужна психологическая поддержка или помощь, помните, что моя запись на консультации всегда открыта, и вы можете перейти по ссылке ниже, либо написать в мои соцсети для того, чтобы забронировать место для консультации. С вами был Константин Никулин. До встречи в следующем видео. Подписывайтесь на канал и на мои соцсети.